Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Ирины Меркурьева. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Социальная и федеральная программа развития села продолжает работать. Еще семя нобчан на этой неделе стали счастливее. В жилищном отделе им вручили сертификаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Обновление и в самом помещении жилищного отдела. Служба получила новую прописку, а точнее вернулась на прежнее место – на улицу Крымскую, 185, в район 5-й школы. В Анапе продолжают проверять детские здравницы на соответствии нормам. Сотрудники краевой прокуратуры посетили с ревизией детский оздоровительный лагерь «Восход». Специалистам краевого уровня присоединились коллеги Анапской межрайонной прокуратуры, Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В планах проверка всех детских здравниц Анапы. Анапские аграрии подсчитали урожай 2013 года. Собрали 54 тысячи тонн зерна. Несмотря на капризы погоды, урожай на 4 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. В Большом зале администрации мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил работников сельского хозяйства за отличную работу. Председатель Совета депутатов Леонид Кочетов провел круглый стол по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса. Как помочь молодым анапчанам основать и развить свой бизнес не хуже европейского. Тему предпринимательства и подводных течений обсудили заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина, депутат Совета Светлана Хижняк и специалисты управлений. Собственным успешным опытом поделились молодые предприниматели. Молодежь Анапы продолжает список добрых дел к 70-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Напомним, славную дату город-курорт будет отмечать в этом году 21 сентября. В список 70 добрых дел школьники станицы Анапской записали и помощь по дому ветерану Великой Отечественной войны Николаю Петровичу Никонову. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите сегодня. Миграционные процессы контролируют во всей Кубани. Гости должны оставаться гостями. Власть ближе и понятнее. Мэр Анапы Сергей Сергеев продолжает практику выездных приемов граждан в сельских округах. Городской антиспам. В Анапе работает программа «Автодозвон». День рождения северного города Норильска праздновали в Южной Анапе. Сейчас обо всем подробнее. Незаконные работники из стран ближнего зарубежья угрожают национальной безопасности. Так считают специалисты. Мигранты приезжают на пару месяцев, чтобы заработать на стройках и забываются. В чужой стране ведут себя как хозяева. Нарушают общественный порядок и навязывают свои устои. Как противостоять иностранной интервенции, рассказал губернатор Кубани Александр Ткачев на краевом селекторном совещании. Климат, высокий уровень зарплат, большой спрос и почти курортные условия. Этим Кубань привлекает иностранных работников. Среди них большая часть нелегальные. Губернатор Кубани Александр Ткачев назвал несколько причин массового вторжения нелегалов. У нас самая плодородная земля. И, к сожалению, я прихожу на сегодня к такому выводу, самые беззубые органы контроля. Это мы допустили, что гости на нашей земле ведут себя так, как будто они хозяева здесь. И приходят в чужой монастырь со своим уставом и естественным желанием заработать, выжать максимум из кубанской земли. Угроза национальной безопасности вторглась, как стихийное бедствие. Мигранты приезжают поработать на сезон, остаются на полгода, а еще через год перевозят на курорт свои семьи. Если мы сегодня не набьем порядок в этой части, если мы не поставим все в законное русло, не заставим уважать всех и коренных жителей, и приезжающих к нам российские законы, краевые законы, наш грош на цена. Через 10 лет мы свою губань не узнаем. В Денском районе китайцы выращивали овощи в ускоренных темпах. За 10 дней от семечки до созревшего плода. Чем подкармливали культуры, непонятно. Сами же выращенным овощам китайцы предпочитали наши кубанские. В Северском и Красноармейском районах таких же агроновов из Китая задержали. Антисанитария, хамское отношение к местным жителям, запугивание женщин и детей Александр Ткачев сравнил проблему незаконных мигрантов с бомбой замедленного действия. При этом в некоторых районах помогать краевой власти не спешат. В Приморско-Ахтарском районе работают для отметки. Значительно выросли показатели преступности в горячем ключе. В станице Кущевской мигрантов из Узбекистана устроили на работу военкомат. За такие нарушения и противодействия власти исполнительные власти на местах могут поплатиться работой. Усилить профилактику, увеличить численность сотрудников миграционной службы, усилить контроль дежурным группам ДПС и участковым, ввести дополнительные полномочия казакам. Так можно защитить Кубань от интервентов, считает губернатор Кубани. Да, кубанское казачество – это сила. На них можно опираться. Это то, что нас может оберегать. Наши семьи, наши детей и так далее. Это то, что волнует сегодня подавляющие больших служителей края. Но давая такие возможности, я, конечно, безусловно, не допущу без предела. Закон превыше всего, коллеги. И кто нарушит его, то ли это казак, то ли это полицейский, то ли это представители органов власти, никому не будет пощады. Рискует здоровьем, работой, репутацией и еще одна категория незаконников – производители и торговцы нелегальными спиртными и алкогольными напитками. Губернатор Кубани Александр Ткачев поблагодарил мэра Анапы Сергея Сергеева за четкую организацию работы в обоих проблемных сегодня направлениях. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Дороги, электричество, давление газа в трубах – проблемы у селян разные. Решение одно – если самим не справиться, идти за помощью к мэру Анапы Сергею Сергееву. Тем более, идти совсем недалеко. Мэр сам приезжает в селы и хутора к жителям сельских округов. Очередной прием граждан Сергей Сергеев провел в селе Джигинка. Проблема Татьяны Коноваловой, проблема всех жителей – улицы Комсомольской и Таманской, электроэнергия. Улицы развивались быстро, емкость трансформатора изменять в таком же темпе не успевали. Ни машинку я не покупаю, ни кондиционера у меня нет, потому что ничего не тянет. Это самое слабое совсем напряжение, и вечером вообще тухнет свет, можно сказать. Жители хотели самостоятельно заменить трансформатор. Узнали – очень дорого. Это наша забота. Хорошо, будем заниматься. На контроле мэра вопрос о газификации домов на улицах Солнечная, Российская и Кубанская. Несколько лет назад газ к домам подвели с нарушениями. Исправлять сегодня выйдет дороже. Подготовят проектно-сметные документы. По конкретным цифрам Сергей Сергеев примет конкретное решение. Дороги – проблема вечная, но решаемая. Жители жалуются на покрытие на улице Российской и Октябрьской. Дороги не вошли в первую очередь в программу ремонта. По распоряжению мэра Анапы Сергея Сергеева в ближайшее время дороги в программу включат. Отремонтируют участок у знаменитого аварийного мостика. Владимир Толстых перед встречей с мэром Анапы проконсультировался по вопросу у нескольких специалистов. Прием вели начальники руководителей городских управлений муниципального контроля транспорта сельского хозяйства ЖКХ. 64 жителя получили консультации. Отец большого семейства обеспокоен его четырем сыновьям негде играть. У меня 4 семейства. Точно. Точно. Разных. Скажи, младшему сколько? Три года. Старшему. 15. Молодец. 8. Мужчина. А дочки нет? Дочки не будут. Будет? Тут попытались еще. Детскую площадку оборудуют необходимым спортивным инвентарем. Поставят качели. Если детей будет много, со временем установят дополнительные снаряды и тренажеры. Елена Маринец пришла с двумя вопросами. Пресловутые сельские дороги и трансформатор. И вот эту зиму у нас искры там постоянно летели, особенно когда вот дождик или ветер, прям вот конкретно искры. Само напряжение нормальное? Нет, напряжение низкое. Вот именно что да, и напряжение слабенькое. Допустим, стирка какая-то, только ночью можно еще постирать. Утром я шла на работу, дети шли, и оно как искры посыпались, дети в сторону, испуганные стоят. Задача для предприятия Кубанин Эргат – отремонтировать или заменить трансформатор. Десять обращений от избирателей, десять решений. Частая практика. Селяне приходят решать не личные проблемы, беспокоятся о благоустройстве всего населенного пункта. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа, регион. Заместители мэра Анапы продолжают отчитываться о проделанной за первые полугодия работе. Эстафету Людмила Гузенко перехватила Алексея Харитонов. Новую практику отчета заместителя ввел мэр Анапы Сергей Сергеев. Анапчане должны знать, что делается для города, кто контролирует эти процессы и кто за них отвечает. В Большом зале администрации собрались руководители всех предприятий сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта, гражданской обороны, квартальных и домовых комитетов, чтобы принять отчет вице-мэра Алексея Харитонова. За полгода серьезные работы прошли в сфере дорожного хозяйства. Во всех десяти сельских округах, а также в районе Алексеевский и хуторе Чембурка, был выполнен ремонт 145 улиц, завезено и уложено 10 тысяч кубометров щебня. Для сравнения, за весь 2012 год на территории сельских округов было отремонтировано всего 27 улиц с щебеночным покрытием объемом 2,5 тысячи кубометров. Увеличение в 4 раза по сравнению с прошлым годом. На протяжении последних 4 лет муниципальное образование города-курорт Анапа активно участвует в краевой программе по ремонту дорог местного значения на условиях зафинансирования. В первом полугодии 2013 года отремонтированы 16,2 километра дорож на сумму 111 миллионов рублей. В частности, в городе Анапа отремонтированы улицы Крымская, Красноармейская, Владимирская, Островского, Крылова, Краснодарская, Толстого, Зеленая, Северная, Спортирная. В августе планируется завершить капитальный ремонт улицы Мирная и ремонт таких социально значимых объектов, как подъезд к Купер-Убужор, подъездной дороги СОВ-Дружба и подъезд к полигону Петру. При реализации второго этапа программы капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 111 миллионов рублей будет отремонтирован 21 объект в сельских округах и 6 объектов в городе протяженностью 15,3 километра. Реализация второго этапа запланирована в сентябре 2013 года. Анапа – город цветов. Гости сравнивают наш курорт со своими городами в пользу зеленой Анапы. В этом году высажено более 400 тысяч цветов. В центре города, на аллее Рос и в парке Ореховой Рощи дополнительно установлены новые скамейки и урны. Заметны изменения в жизненно важных системах города. На начало турокного сезона дефицит воды в сельском сельском округе – это посолок Барваровка и вверх посолок Суцел. Пролетены до 9 июня мероприятия по закольцовке 2,8 километра строительства водовода и строительства резервара чистой воды. Предусмотрены мероприятия по продолжению работ по водоснабжению худора «Заря» и худора «Бужу». Кроме этого, ведется проектирование, расширение очистных сооружений поселка Джигенка, доведение мощности до 100 тысяч километров в сутки. И также строительство нового водовода до поселка Винограда с переходом на станицу Галверищества. Завершается оформление документов и проектирование на строительство газопроводов в станице Гастагайской и Науташе. 29 июня состоится аукцион на строительство газопровода низкого давления по улице Волочевой, улице Друшевой, поселке Суцел. Также завершены работы по корректировке схемы на раздражение села Джигенка, которые предусмотрены мероприятия по газификации земельного массива на северной стороне улицы Гастагайской, выделенного гражданом, имеющим трех и более детей, во втором полугодии 12-го года. Будет подано заявку Министерству промышленности и энергетики Краснодарского края на строительство подводящих газопроводов к утру Бужор и к утру Вест. Планируется построить газопровод низкого давления по улице Чкала, Леонова, Гадарина, до переулка Солнечной в селе Суцел. Планируется также привлечь инвестиции из краевого бюджета на строительство газопровода среднего давления, широкая пасть с селами Катур. В этом году приняты беспрецедентные меры по улучшению качества электроснабжения. А на обчании гости курорта это хорошо ощутили. По сравнению с прошлым годом аварийных отключений практически нет. Основное мероприятие, которое было проведено, это замена трансформаторов на поставках Джумыте, Пионерская, Анапская, 16 мегалатт, 25 мегалатт трансформаторы. Даже несмотря на профлавное превышение нагрузки на 17,4% аварийных отключений и отключения по причине перекуски оборудования практически отсутствуют. Объявлены аукционы на топографические и геологические изыскания. Готовятся земельные участки многодетным семьям. Проектируются объемы инженерной инфраструктуры, электрогаза и водоснабжения дороги. Мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, сделано много, но в планах еще больше. По свалке, по ее выносу, мы рассматриваем вопрос о репутивации существующей, о закрытии ее и вынос за пределы вообще, либо за пределы, либо на окраину. У нас такая возможность есть. Очень больная тема для нашего госпиталитета. Из 52 населенных пунктов, которые мы имеем, ровно половина имеет газ. Мэр ставит задачу подойти во всеоружие к запуску Южного потока для отъема газа в наши села. Когда Южный поток будет ввозиться в эксплуатацию, проект подготовить заранее. Очень мануально сегодня делается для того, чтобы улучшить, еще раз повторяю, комфортность проживания. На краткосрочную перспективу перед собой ставить и строительство дома для медников. И обеспечение газом, водой, электроснабжением участков земельных, которые мы выделяем. И очень много подготовлено для выделения в этом году, в том числе и для многодетных. Отчет вице-мэра Харитонова принят. Но принятое решение не останавливаться на достигнутом. На лаврах почивать не время. Сегодня есть понимание у команды, насколько мы должны эффективно работать с теми средствами, которые мы можем привлечь на территорию за счет краевого, федерального и нелюджетных источников. Работа непочадной край. Сделать предстоит больше, нежели мы сделаем. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапрегион. И в продолжение темы реконструкции учебных заведений. Необычную практику, связанную со своим хобби, предложил пройти ученикам 8 класса директор школы номер 1, почетный работник общего образования России Сергей Николаевич Носенко. Практику удалась довольны все и ученики, и педагоги. Лариса Басова побывала в школе. Подробности смотрите в сюжете. Анапчане хорошо знают самую первую школу в Анапе на улице Самбурово. Но не только потому, что она старейшая. На ее территории располагается дом отца матери Марии Юрия Пеленко, бывшего до революции в 1905 году директором Никитского ботанического сада в Крыму. Словно наследуя дело бывшего владельца этой усадьбы, на территории которой сегодня располагается школа номер 1, педагоги и ученики разбили необычный дендропарк. Здесь тенистые аллейки, уютные лавочки, водопадики и сказочные персонажи на полянках. Проявить дизайнерские способности и внести свою лепту. Украшения школы директор предложил восьмиклассникам. Выпускникам Татьяны Юрьевны Саврик из школы искусств номер 2. Идея, в общем-то, исходила от девчонок. Собственно говоря, у них положено школьную практику пройти. Ну, а я уже не могу же бросить своих детей. Вот я и с ними, им помогаю, подсказываю. Мы делаем с ребятами это впервые. Они закончили художественное отделение школы искусств номер 2. Выпустились, защитили дипломные работы свои. Дипломные работы защитили все, в общем-то, на пятерке. Семь выпускников школы искусств приступили к работе. Выбрали мультфильм «Добрыня Никитич» и «Змей Горыныч». Стену для росписи определил директор. Это отдельно стоящие от школы здания гигиены. Комнату девочек обозначит персонаж мультика «Забава», а мальчиков, естественно, Елисей. Это самая моя любимая, вообще интересная и веселая практика, которая у меня была в жизни в этой школе. Ну вот, мы закончили художественную школу, уже защитили дипломы. Вот, и это, можно сказать, еще одна дипломная работа, которую мы делаем. Но, в отличие от других, она будет всегда висеть в этой школе. И всегда можно будет прийти и посмотреть на нее. Я надеюсь, что это станет сюрпризом не только для моих одноклассников, но и для всех учащихся, а в особенности первоклассников, чтобы они поняли, какая у нас школа. Вот, и это очень мило. Автомобильные краски, которые не смываются дождями, предоставила дирекция школы. Трафареты юные художники вырезают по своим эскизам сами, под руководством учителя школы искусств. Так что к первому сентября учеников первой школы ждет еще один приятный сюрприз. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-Регион. И к другим темам. Оборванные листки, объявления, приклеенные, где попала, проблема всех современных городов. Отработанный годами привычный метод рекламы своих товаров и услуг прост в исполнении, не требует больших затрат и портит внешний вид города. Специалисты Центра развития муниципальной собственности не раз обращались к конопчанам оставлять рекламные сообщения на специальных досках. Не услышали. Теперь с любителями бумажек, клея и беспорядка будут разговаривать роботы. Подробности у Вадима Родина. На первый взгляд, ну объявление, ну на столбе висит. И что тут такого? На деле оказывается наклеенная бумажка нарушения федерального закона о рекламе. На столбах целая жизнь и все, что для жизни надо. Деньги взаймы быстро, без справок и лишних вопросов. Установка кондиционеров и чудодейственная мазь. От всего сразу. От долгов и кредитов, видимо, тоже. Листки старые, оборванные, потрепанные. Выглядит такая реклама жутко. И портит внешний облик улиц города. Если возникает необходимость размещения такого рода рекламы, то ее необходимо клеить в соответствующих местах. Для этого у нас есть афишные тумбы, либо доски объявлений. А также на остановочных комплексах имеются места для размещения подобной рекламы. Но предприимчивые бизнесмены в помощи не нуждаются. Настойчиво и беспорядочно предлагают свои услуги, несмотря на предупреждение администрации. Здесь же на остановке. Данный вид рекламы вне закона. И за нарушение придется заплатить 5000 рублей. Языком интернет-пользователей все это рекламное безобразие можно назвать спамом. Поэтому в Анапе снова заработал антиспам. На телефон, указанный в объявлении, будет дозваниваться робот с интервалом в 15 минут. Номер рекламодателя практически заблокируют непрерывными звонками. На территории муниципального образования города Курорт-Анапа работает программа автодозвона, которая осуществляет работу по борьбе с незаконной рекламой на основании федерального закона 38. Данная программа осуществляет работу, дозванивается до абонентов, чьи номера указаны на объявлениях, и сообщает о том, что вы нарушаете федеральный закон о рекламе, размещая стихийные объявления на улицах города Курорта-Анапа. Робот сообщает адрес, куда нужно обратиться, чтобы номер сняли с антидозвона. В первые дни работы программы в Центр развития муниципальной собственности посыпались заявления с раскаяниями. Нарушители обещают соблюдать нормы закона и спешат оплатить штраф в 5000 рублей. Хотя звонков робота и штрафа можно было избежать, не нарушая порядок. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-Регион. 26 июля губернаторской стратегии «Будьте здоровы» исполняется 5 лет. В рамках программы медработники внедрили новые формы массовой медико-профилактической работы среди кубанцев. Одно из направлений проект «Дни здоровья» инициировала вице-губернатор Кубани Галина Золина. Основная цель «Дни здоровья» – предупреждение заболеваний кубанцев и устранение факторов риска. Проводятся такие дни и в Анапе. Первый день здоровья прошел 26 июля 2008 года. В «Горячем ключе» с того дня каждую субботу на Кубани во всех городах стало Днем здоровья. В рамках программы в поликлиниках проводят Дни открытых дверей, медработники разворачивают палатки здоровья. Для участия в Дне здоровья в город или станицу выезжают краевые специалисты. За пять лет в программе поучаствовали почти 3 миллиона кубанцев. Врачи провели более полутора миллионов консультаций, выявили на ранних стадиях, а значит предупредили осложнение более 400 заболеваний. В 2010 году на Всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия» проект «Дни здоровья на Кубани» назвали победителем в номинации «Лучший региональный проект». В Анапе в первое полугодие Дни здоровья прошли во всех сельских округах. Врачи осмотрели 6911 человек, заболевания выявили у 1084-х и вовремя оказали медицинскую помощь. Дни здоровья в Анапе проводили с мобильным передвижным флюорографом для выявления коварного туберкулеза и пневмонии на ранних стадиях. Наталья Пухальская, Вадим Родин, Анапа. Регион. От профилактики медицинской к профилактике на дорогах. Как приучить детей соблюдать правила дорожного движения. Над решением этого вопроса постоянно работают сотрудники Анапского отдела ГИБДД. Удивляют маленьких участников дорожного движения и их родителей. Лариса Басова продолжит. Импровизированную улицу сотрудники ГИБДД вместе с аниматорами решили устроить в центральном холле торгового центра «Красная площадь». В мероприятии пригласили участвовать всех желающих. В самом разгаре идут летние каникулы. И сегодня мы хотели бы обратиться в первую очередь к юным участникам дорожного движения. Хотим пожелать, наверное, приятно отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Но и не забывать о соблюдении правил дорожного движения. Также мы хотели бы обратиться к родителям. Все-таки вы должны быть образцом и примером для своих детей. И в первую очередь прививать знания, наверное, самых юных лет, о правилах дорожного движения. И в первую очередь прививать навыки перехода через проезжую часть. Дети лучше всего усваивают правила, в том числе и дорожные, через игру. Это общеизвестно. Поэтому самых маленьких посетителей торгового центра ждали конкурсы, подвижные игры и загадки, вопросы и награды за правильные ответы. «Верхний на светоколе». «Красный». «А что вы застречали?» «Нельзя ехать». «Нельзя ехать. А еще какие цвета есть в светоколе?» «Желтые». «Желтые и зеленые, конечно же». Дети усвоили, что пешеходные переходы бывают и подземные. Таких, правда, в Анапе пока нет. А затем вместе с папой за рулем виртуального большого автомобиля все отправились по улицам огромного города, соблюдая все правила движения. На знак «Кирпич» развернулись, пропустили пешеходов на зебре, на знак «Стоп» остановились. Такие необычные уроки отдел ГИБДД будет продолжать и дальше, самая главная цель которых – сберечь жизни людей, научить их правильно вести себя на дороге. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа, регион. До дома рукой подать. На несколько дней Северный Норильск поселился в Южной Анапе. В детском оздоровительном центре ВИТО отпраздновали день рождения Норильска. В этом году городу исполняется 60 лет. Из страны Виталии наш следующий сюжет. Шоколадные реки, фруктовые берега Норильску 60 лет. В Анапе праздник, сладкий стол, угощение и вместо традиционных свечей на торте – фейерверк в небе. Все по-настоящему, как у взрослых, только лучше. День рождения, тем более юбилей, можно отметить на пляже, на горячем песке или в море. Взрослые такой науки не понимают, разве только один президент сказочной страны Виталии, где всегда лето. Мне бы хотелось, чтобы третья лагерная смена на такой позитивной ноте, как у нас на нашей торжественной линейке, так же и продолжалась. Теплого моря вам, улыбчивого солнца и, конечно же, огромное количество новых друзей. Познакомиться и подружиться в Вите легко на общей зарядке утром, до обеда на пляже, вечером на дискотеке или на творческом концерте. Поводов много и все интересные. Спасибо тебе, Виталия, за этот волшебный подарок. Берегите свою Родину! В стране Виталии началась третья смена лета. Яркая, солнечная, с отличным настроением и эффективная система оздоровления северян. Норильск признан самым экологически загрязненным городом в мире. Поднять иммунитет ребятам помогают в Анапе, в детском санатории Вита. Наталья Пухальская, Вадим Родин, Анапа-регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров, салона магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова